Возлюбленная Богом Церковь 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 Возлюбленная Бог 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 Церковь Христова в лице нашего нового человека. Но, разумеется, для этого, чтобы это произошло, необходимо вначале, как написано Ефесянам 4, 22, 24, это написано Колоссянам и в многих других местах Писания, образах, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. То есть, для выполнения этой повелевающей заповеди или же нашего призвания задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования – это отложить прежний образ жизни, обновить свое мышление духом своего ума и облечь свое тело в новый образ жизни. Именно от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. Вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога или же семени, который обуславливает залог наше спасение в дарованном нам оправдании в имеющихся трех требованиях. Нам необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса Христа, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим спасение данное нам в формате залога навсегда. Как я сказал, вселучевые наши имена, которые при заключении завета с Богом, крови, завета соли и завета мира, в крещениях водой и Духом Святым и огнем были записаны в книгу жизни, в формате данного нам залога навсегда будут изглажены из книги жизни. Мы постоянно об этом говорим и утверждаем и напоминаем для самих себя и для тех, кто слушает нас, что спасение, которое мы получаем, дается в семени в формате залога. И залог никогда не является собственностью той недвижимости, на которую мы посягаем или которая нам обещана. Несмотря на то, что спасение это дар Божий, тем не менее она дается в семени. Теперь наша роль состоит в том, чтобы взрастить это семя в почве своего сердца, в древо жизни, приносящее плоды 12 раз в году. То есть, в плод правды, в спасение, чтобы получить его в собственность. Это очень важно, понять эту мысль, что мы должны взращивать, то есть, мы должны платить какую-то цену. И мы знаем, какую цену необходимо платить, чтобы выполнить призвание и стать светом для мира. Мы становимся светом для мира только тогда, когда познаем, что является нашим призванием и начинаем его исполнять. Исполнять те условия, те требования, которые необходимы для выполнения нашего призвания, чтобы прийти к этой цели. И это, разумеется, во-первых, совлечь в себя ветхого человека с делами его. Люди не хотят верить в то, что у них есть внутри ветхий человек, хотя соглашаются с тем, что у них есть новый человек. Иногда я задаю вопрос, хорошо, если у вас есть новый человек, откуда у вас вражды и распри, как пишет Павел? Откуда у вас зависть? Это что, от нового человека исходит? Нет, это исходит еще от другого человека, который был до того, как новый там появился. Это ветхий человек, которого мы унаследовали по генетической линии от греховного семени или же циэтного семени наших отцов по плоти. Когда Адам пал в Едемском саду, теперь он стал передавать всем семя, род. У него теперь в генетике был ветхий человек, он поселился в нем. И ветхий человек – это программное устройство древнего змея, павшего Херувима. А посему, если мы не поймем этого призвания, это будет очень грустно. Вы знаете, что миллионы людей, миллионы, повторяю, людей, всю жизнь ходящие в собрания, как будто бы исполняющиеся все предписания, которые им говорили – не пей, не кури и не прелюбодействуй. Потому что в основном у них почему-то вот это вот – не пей, не кури, не прелюбодействуй. Ну, разумеется, не матерись. Хотя сегодня, в общем-то, все это уже давно внедрено в церковь, это не является грехом. Люди матерятся, люди пьют, люди изменяют женам и мужьям, и их никто не отлучает, на них никто не обращает внимания, нам нужно относиться к ним снисходительно, уверяют нас, то есть толерантно. Но Бог не относится толерантно к таким людям. Возгорается гнев, Он ненавидит таких людей, которые пришли к Нему и потом узаканивают нечто, что противно Ему, искажают Его истину и так далее. Поэтому люди, которые не поймут этого призвания, потому что для того, чтобы Его исполнить, необходимо тотальное освящение, преследующая Собою цель тотального посвящения. А посему, как процесс оборота связан с временными страданиями, в которых мы в смерти Господа Иисуса призваны умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своей душевной жизни. А посему, нам следует пометовать, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая и откроется в нашем теле, при воздвижении в нем держава жизни в установленное Богом время. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Когда человек знает вот ту славу, которая в нем откроется, то что бы ни происходило в этой жизни, оно будет ему казаться ну ничто. Иначе человек говорит, я не могу унести этого, да потому что он не знает награды. То есть причина, почему многие люди падают и не могут служить Богу в святости истины, потому что им неизвестна награда. Что в их телах должна открыться слава Божия, в державе нетление, и тела будут обличены. И не тогда, когда они умрут там, за гробом, нет, здесь, на земле. Как сказал Иов, мои глаза не глаза другого узрят, когда мое распадающееся тело вдруг приобретет свежесть, юность. Притом не обыкновенную юность, которой мы когда-то жили, а вечную юность. Когда наши тела из перстных тел обращаться в небесные тела. Есть тела небесные, есть тела земные. Поэтому, ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, в откровении слова тварь, творение, речь идет об ангелах Божьих, которые с надеждою ожидают откровения сынов Божьих, потому что тварь, то есть ангелы Божьи, которые служат нам, покорились в суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью, в свободу славы детей Божьих. Ангелы Божьи, которые нам служат, они служат тленью. И они надеются, они знают, что мы будем освобождены от рабства тленья. Откуда они это знают? Не от того, что мы проповедуем, а от того, что в нашем сердце. Если мы это в наше сердце не вложили, ангелы не видят этой славы в нас. Они видят эту славу в нас, когда мы верою принимаем обетование о воздвижении в наших телах державы жизни в измерении времени прежде, нежели мы будем восхищены в встретении Господу на воздухе. Вот это они видят тогда. Но Писание говорит, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, а вся тварь – это не только ангелы творения Божия, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видеть, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? То есть видит – это значит, если это уже в буквальном смысле есть, то тогда причины нет надеяться. Надеяться тогда, когда этого нет, но оно положено на твой счет. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. И тогда Писание говорит, терпением вашим спасайте душу вашу. Каким терпением? Ожидая блаженного упования, что однажды наши тела будут изменены в мгновение ока в небесные тела. Преследуя цель усыновления своего тела искуплением Христовым, которое по своей сути является нашим призванием и нашим изначальным предназначением. Мы в определенном формате уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях и остановились на процессе, который содержится в третьем требовании. А именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления, потому что все, что будет Бог делать с нами, Он будет делать через наш разум. То есть, потому что все, что мы делаем, проходит вначале через наш разум и только потом через наши уста. Только потом, когда мы обновим свое мышление, тогда начнется процесс обличения самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. Никогда не рассматривайте себя вне Христа. Когда вы рассматриваете себя вне Христа, вы все время будете чувствовать ущербность, неполноценность. Вы будете смотреть на себя, на ваши чувства, на ваши мысли, на ваши поступки, на ваши падения, на ваши согрешения и будете говорить, ужасно, неужели я могу спастись? Но когда вы будете рассматривать себя во Христе Иисусе, то вы не будете вот этих вещей видеть. Ведь Отец смотрит на нас через Христа, когда мы во Христе Иисусе. И Он не видит вот то, что мы видим в себе. А чтобы мы перестали видеть в себе и ослепли, нам надо рассматривать себя во Христе Иисусе. И, конечно же, быть во Христе Иисусе или же быть помещенным во Христа Иисуса означает, как мы уже знаем, найти тесные врата. Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата. Слово подвязаться – это все силы свои, все свое время, все свои средства задействовать для того, чтобы подвязаться, обнаружить эти тесные врата. А эти тесные врата, как мы сейчас спели, это Церковь Христова, это добрая жена. Когда мы находим в ней благодать. Совсем одно петь, что Церковь является дверью, ведущей к престолу Отца. Тогда как вы относитесь к этой Церкви, если вы приходите в эту Церковь как инспектора для того, чтобы инспектировать, ловить на слове? Как я говорю, иногда меня ловят на слове. Вы знаете, я могу ошибаться в слове, не связать тот падеж в скороговорке или что-то, или сделать оговорку, оговориться, назвать вместо Моисея Самуила. Ведя речи Моисея, могу сказать Самуил. Я помню, в одном собрании я проповедовал, после собрания подошла ко мне одна дама, это было в Вильнюсе, она филолог, то есть преподает в институте. Она мне поднесла бумажку и говорит, у вас красивая русская речь, красивое произношение, но вы допустили три ошибки. Вы неправильно в таком-то слове сделали ударение. Я говорю, благодарю вас. Скажите, когда я говорил и сделал неправильное ударение, вы поняли мысль? Она говорит, да. Я говорю, главное, чтобы вы поняли мысль. Потому что если будет говорить человек с плохим произношением, а у нас бывают такие люди, если он не русский, он будет с плохим произношением и будет путать падежи. Но если мы поймем мысль, которую он говорит, этого как раз достаточно. Вы знаете, даже апостола Павла называли невеждой. И он говорил, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Невозможно полностью освоить любой язык во всей его полноте, чтобы вы знали. Потому что мы пользуемся приблизительно, может быть, там несколькими тысячами слов или двумя тысячами слов, а там больше 300 тысяч слов может быть. И каждое слово обладает своим значением. Ну, хорошо. Итак, быть во Христе Иисусе – это найти церковь с теократическим правлением, то есть добрую жену. Она обладает достоинством тесных врат. В ней будет структура правления, теократическая. Там не будут выбирать себе служителя путем омерзительного демократического голосования. Это во-первых. Во-вторых, в этой церкви человек, стоящий во главе, будет апостолом, то есть посланником Бога. Что такое апостол? Это посланник Бога. То есть он будет наделен полномочиями отцовства Бога. У него будет семя. Он будет сеять. Семя дается даже не всем посланникам, то есть не всем апостолам. Не все апостолы могут быть отцами. Допустим, апостол Павел, в команде которого были другие апостолы, но ни один из этих апостолов в команде Павла не был отцом. Они были поливающими, но не насаждающими. Он говорит, я насадил Аполлос, поливал. Аполлос тоже был апостол, но Аполлос не мог насаждать. Бог давал откровение Павлу. Все апостолы окружающие понимали это откровение, были в его духе, брали от него и проповедовали, поливали. Но, говорит, взрастил Бог. Итак, в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух с присущей только ему мудростью и властью раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога Эль-Илеон. То есть, я напомню, почему мы произносим это имя Бога Эль-Илеон, потому что на самом деле мы рассматриваем воина молитвы и его молитву, как он должен молиться. Мы рассматриваем судно на перстник первосвященника. И эти 12 драгоценных камней, каждая из этих камней обладала именем Бога. И вот мы с вами продолжаем рассматривать имя Бога Эль-Илеон, или же на русском языке Всевышний, потому что Давид обратился к Богу в этом 17-м псалме как Эль-Илеон. Он называл его Эль-Илеон. На русском это Всевышний. Именно при совлечении ветхого человека, когда будет необыкновенная теснота, чтобы мы могли воззвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе. Это должно быть заложено у нас в сердце, кем Он для нас является, что Он является нашим небесным Отцом. Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Он искупил нас от ада преисподнего и оправдал нас, и не вменил нам греха и сокрыл нас во Христе. Кем мы приходимся для Бога во Христе Иисусе? Его детьми. И что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Повиноваться своей верой вере Божией. Вера Божия – это командарм, генералиссимус, это Слово Божие, которое мы слышим. Вера от слышания Слово Божие – это благовествуемое Слово. Это не написанное Слово, а живое благовествуемое Слово. Вера от слышания. Вы не можете слышать в книге слова, вы можете слышать их из уст человека, живого человека, живые слова. Вот там происходит вера от слышания, потому что это семя. Здесь мысли Бога сокрытые, и их никто не может понимать. Почему джунгли динаминации? Да потому, что каждый в свою дуду дует, а мне так открыто, а мне так открыто. А вот в Первой Церкви всем апостолам было открыто одно. Бог давал откровение 12 апостолам во главе с Петром, и у них всех было одно, у них не было, а мне вот так открыто, а мне вот так. Все следовали тому, что Бог открывал апостолам. А сегодня, почему этому не следует? Потому что гордыня, люди сами себя сделали, или их выбрали. А посему имеющиеся иносказания, о котором мы с вами говорим, является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих с работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Эль-Илеон, или же Всевышний, в противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. Итак, в нашем теле присутствует три царя, которые враждуют между собою, и каждый пытается обладать нашим телом. У каждого есть цель обладать телом, и полем битвы является наше сердце. Все эти три царя помазаны Богом, все они помазанники Господни. Потому что у нас слово помазанник Господний обязательно связано с положительным аспектом. А что делать, когда цари израильские помазали языческих царей? Они были помазанниками Господними, были нечестивыми, но назвать их нечестивыми нельзя, потому что они никогда не были святыми. Но они были помазанниками, и пророки говорили, что они натворят. Когда он помазал одного из таких царей, он заплакал, а он говорит, господин мой, почему ты плачешь? Да потому что я вижу, сколько ты убьешь юношей израильских и рассечешь мечом беременных женщин и умертвишь грудных младенцев. Он говорит, да что ты, господин, я пес. Он говорит, указал мне Бог в тебе царя и вылил на него рог с елеем. И он стал царем. И действительно так поступил с Израилем. Видите, почему вы скажете, как может быть ветхий человек помазан? Я уже говорил об этом еще раз скажу. Закон Божий, который находится в нашем новом человеке, когда мы рождаемся от Бога, то там есть закон Божий, святой закон Божий. Он что делает? Он обнаруживает грех в нашем теле, царствующий грех в лице ветхого человека и дает силу этому греху, помазывает его. Закон обнаруживает грех и дает силу греху. И тогда царствующий грех надеется на закон. Закон является его упованием, его мечом. И он этим мечом начинает драться с новым человеком за обладание нашим телом. Вот почему нам законом нужно умереть для закона, телом Христовым, чтобы ветхий человек не мог больше уповать на этот закон. Закон больше не будет давать ему силу, потому что мы больше не под законом, но под благодатью. А под благодать мы попадаем только тогда, когда оставляем свой народ, дом своего отца и свои растевающие желания, очищаем нашу совесть. Вот тогда только мы можем попасть под благодать. Когда мы воскресаем во Христе, то есть мы были погружены в смерть, умерли для закона телом Христовым и воскресли со Христом. И вот здесь, в воскресении Христа, мы получаем собственность плод правды. И тогда благодать воцаряется в нашем сердце путем того, что у нас есть праведность, через праведность сердца. До тех пор, пока у нас нет плода праведности, никакой благодати у нас нет. У нас есть закон, который дает силу царствующему греху, живущему в нашем теле. И апостол Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Итак, посредством нашей соработы или соработы нашей веры с верой Божией, состоящей в том, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и что надлежит сделать нам, чтобы наследовать все то, что Бог сделал для нас во Христе Иисусе. Бог бы мог получить основание вступить в битву за наши земные тела, чтобы постромить царствующий грех в нашем теле в лице ветхого человека с делами его, с сокрушительной властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть его в прейсподнюю. Иногда мне задают вопрос, а как с шумом? Я говорю, возьмите тоненькую лозинку и в воздухе ее сделайте, вы услышали шум, прорезающий воздух. То есть это говорит, что это будет скорость такая, когда приходит время воздвигнуть державу жизни, то это будет именно с таким шумом. Когда Дух Святой сходил, он произвел шум. Почему? Потому что его схождение было настолько стремительным, что произошел шум в воздухе от этого, притом сильный шум сделался, потому что Дух Святой с такой скоростью сошел, потому что Дух Святой настолько хочет и бодрствует войти в сердце каждого, как царь и господин, но человек должен подготовить себя к этому. Он не может войти к планденцу, который колеблется, увлекается всяким ветром учения, как он войдет к нему. Он же не разумеет, где Святой Дух, а где Дух нечистый, где лже-апостол, а где истинный апостол. Итак, по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей нам, как царям, священникам и пророкам. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы. То есть, первая часть – состояние, она открывает цели, она дает возможность устроить себя в жертвенник. А потом уже средство или жертва, приносимая на этом жертвеннике, это наши слова. Молитва – это жертва, но эта жертва же где-то должна приноситься на каком-то жертвеннике, и мы с вами являемся этим жертвенником в наших целях, которые заложены здесь, в нашем призвании. Если у нас нет призвания, которое состоит в том, чтобы совлечь в себя ветхого человека с делами его, обновить мышление своего духом, своего ума, и затем начать процесс обличения своего тела в нового человека, то это говорит лишь о том, что у нас нет жертвенника. А тогда что за молитвы возносим? На чем мы их возносим? Тогда мы не цари и священники, мы не можем владеть ни своими устами, ни своими эмоциями. Тогда наша молитва не как молитва священника, а как молитва рабыни, агари в пустыне. И на самом деле Бог отвечает не на молитву агари, Он отвечает на молитву Авраама, который является прообразом нашего нового человека, который молится о нашей душе, чтобы наша душа была спасена. Он ходатайствует, потому что получив спасение, мы получили спасение в новом человеке, а теперь Писание говорит «Спасайте ваши души». Это говорит о том, что когда мы получили спасение, наша душа не получила спасения, наше тело не получило спасения. Если бы тело получило спасение, но сразу бы стало славным, как тело Господа Иисуса. Но мы с вами стареем, болеем и умираем. Наша душа смертная, наше тело тленное, а наш дух бессмертный. И вот теперь задача нашего духа входит, что спасти душу и спасти свое тело. Вот это призвание. И вот когда есть такое призвание, это и есть жертвенник. А теперь средство для этого жертвенника. Жертва должна правильно быть принесена и должна быть правильно отобранной. А это только священник может понимать. Поэтому вторая часть как раз раскрывает содержание этой жертвы правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам, которая как раз и дает Богу основание избавить нас в образе Давида от других всех наших врагов. А вот третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. Я напомню, достоинство царя состоит в нашем мышлении, обновленном духом нашего ума, что дает нам власть на право владеть эмоциональной и волевой сферой в нашем теле и вести нашу эмоциональную сферу под усы, как своего боевого коня. Достоинство священника дает нам власть на право прибегать к Богу в достоинстве войны молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела и искуплением крестовым. Потому что во святилище мог проходить только священник. Рядовой израильтянин не мог приходить туда, а только священник. Если апостол Петр говорит, что мы цари и священники Богу, только это в том случае, когда праведность, благодать через праведность в сердце воцарилась. Вот тогда мы цари и священники. А вот достоинство пророка, которое в Откровении называется свидетельством Иисуса, дает нашему новому человеку право на власть входить в довер или же в святая и в святых, дабы слышать голос Божий над крышкой золотого ковчега в своем сердце, а Богу это дает основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Эль-Элеон или же Всевышний, к которому обращается Давид. Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающие полномочия его имен в сердце Давида, а также когда мы раскрываем в своей молитве полномочия восьми имен Бога, начинаем исповедовать, кем для нас является Бог в этих восьми именах и что Он для нас сделал, это дает Богу основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против наших врагов. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, до тех пор, пока мы будем изучать, исследовать эти восемь имен, мы вместе будем исповедовать. Это подсекает буквально, а трепещет, когда не один человек, а вдруг все вместе говорят, кем для них является Бог в этих восьми именах. Итак, давайте все вместе провозгласим, кем для нас является Бог во Христе Иисусе в этих восьми именах. Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рок спасения моего, Господи, Ты убежище мое. Да благословит нас Господь и да соделает нас непоколебимыми, да облечет нас в те исповедания, которые мы сейчас исповедали как церковь все вместе. Итак, в определенном формате, насколько это позволен нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы и остановились на рассматривании нашего неисследимого наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве нашего живого щита. Учитывая же, что имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает завет Бога с человеком, потому что число восемь – это образное число завета, в которое обрезали младенца мужеского пола и давали ему имя на восьмой день. А посему познание восьми имен Бога Всевышнего, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. Не над телом жены, телом мужа и телом детей, друг над другом, а над своим земным телом. И если человек не принял, вот данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет ему никакой пользы. Если нет призвания, нет и поклонения в Духе и Истине. Я имею в виду призвание, которое для всех общее. Имя Богащей представлено в Писании как живая защита, которая возводится Писанием для воинов молитвы в достоинство их воинского оснащения. И назначение такого щита призвано Богом заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божией, которая по отношению к нам является благой. И Бог говорит, я не успокоюсь, пока не выполню то, что имею о вас, благое о вас. А посему имя Бога в достоинстве живого щита состоит в том, чтобы стать между нами и нашими врагами. И таким путем принимать на себя удар превратности судьбы, переданной нам через тленные семьи греховной жизни наших отцов. И чтобы дать Богу основания стоять как одесную нас, так и между нами и нашими врагами, чтобы как в одном, так и в другом случае принимать на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, нам необходимо сработать с Богом в достоинстве Его имени щит. Всегда есть роль Бога и есть роль человека. Если человек не будет исполнять свою роль, у Бога не будет возможности и оснований исполнить свою роль, защитить его. Я приведу это место Писания. «И двинулся ангел Божий, шедший предстаном сынов Израилевых, и пошел позади их. Он шел впереди их, показываем путь, и потом вдруг двинулся и пошел и стал сзади их. Двинулся и столб облачный от лица их и стал позади их, и вошел в средину между станом египетским и между станом израильским, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. Здесь как раз приводится пример, как Бог, являясь нашим щитом, может защищать нас от смертельного врага. То есть мы иногда даже и не знаем, что Бог стал там, потому что мы больше обращаем внимание на то, что мы чувствуем, на крики, которые там происходят, на топот конских копыт, на звуки, значит, колесниц. И мы в ужасе, что смерть настигает нас. Но если бы мы знали, что Бог стоит между нами и этой смертью, мы бы перестали обращать внимание на то, что мы чувствуем, то, что мы слышим и то, что мы видим физическими глазами. Осмотрели бы на невидимое, то, что мы видим в невидимом измерении, и то, что Бог положил на наш счет во Христе Иисусе, и мы сокрыли это в своем сердце. В данных обстоятельствах, когда Египет нашей души попытается возвратить нас в рабство, наш новый человек при сотрудничестве с живой защитой в имени Бога Щит будет слышать в свой адрес шум преследующего его врага, от которого он был освобожден путем того, что смертельный удар, направленный против нашей свободы от греха, в это время пойдет на Христа, который будет вознесен от земли и пригвожден ко Христу. Как написано чужим, стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня. А посему свойства и лексика в определении имени Бога Щит, как и в предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя смертельный удар, направленный против нас вот этим зловещим роком, который преследует нас через греховное семя наших отцов, это защищать и заступать нас от гнева Божия, это защищать и заступать нас от обольщения лукавого, это защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти, защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. Исходя из перечня содержания такого заступничества от всякого рода имеющихся врагов, Святой Дух в данной молитвенной песне Давида в назначении имени Бога Щит сокрыл наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого всякий человек призван сработать своей верой с верой Божией в имени Бога Щит, чтобы быть защищенным от своих врагов, но также, чтобы получать победоносную прибыль в этой защите, не только быть защищенным, но и наступать. У Бога нет такого оружия, которое служило бы только для защиты. Любое оружие защиты одновременно является средством нападения. Мы с вами говорили, что в древнем мире воины, которые обладали щитами, они не только защищались ими, но они могли убить этим щитом врагов рукопашной. Когда они подходили близко, то эти щиты были так сделаны, что когда он бил врага, то враг сразу летел с ног. Сегодня вы можете видеть подобные щиты у полиции, когда она приходит для того, чтобы защищать правительственные здания, когда идут демонстрации. Они стоят, такие щиты, и вот те кидают камни, все, а это все об щиты разбивается. Но когда близко подходит, то он, когда с этим щитом, то мало не покажется. Я образно рисую, чтобы мы поняли, что в духовном смысле щит Бога – это не только защита, но это и нападение. Нападение для чего? Чтобы взять ту территорию, которая принадлежит нам, но находится в руках врага. Поэтому, учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо будет рассмотреть четыре классических вопроса, или мы уже стали их рассматривать, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога щит, чтобы дать Богу оставание, задействовать его в битве за наше усыновление. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначение Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писание для себя и какую роль возложил на нас? Какие условия необходимо нам выполнить, чтобы дать Богу основание, позволить нам войти в неисследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно сработаем нашей верой с верой Божией в достоинстве Его имени щит? При этом следует не забывать, что все деяния Бога, связанные с Его защитой, призваны производиться через сработу нашей веры с верой Божией, содержащей в себе защиту Бога, в которой четко очерчены и обусловлены как роль Бога, так и роль человека. Не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление веры, у нас не будет никакой возможности пустить в оборот серебро в достоинстве имеющегося у нас залога спасения, чтобы получить свое спасение, собственность в плоде нашего духа. Это означает, что без неукоснительного и добровольного повиновения благовествуемому слову человека, обладающему полномочиями отцовства Бога и Его помощников, находящихся с Ним в одном духе, у нас не будет никакой возможности получить прибыль в плоде правды от семени залога, пущенного нами оборот. В оборот, как написано, ибо все обетования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас. 2 Коринфянам 1, 20. То есть все обетования Божьи мы можем получить, войти в них только через наставление веры, вот через этих людей. Не будет такого, что мы признаем то, что они говорят, но не признаем их власти над собою. То есть часто люди хватают то, что я говорю, не признавая над собою моей власти над ними. Если вы берете это слово, которое Бог дал мне, то вы должны в первую очередь признать мою власть над вами. А если вы не признаете моей власти, то это слово не будет на вас работать, потому что многие сидят у своих компьютеров для того, чтобы получить какую-то мысль для проповеди в разных динаминациях. Они берут то, что им выгодно, перекраивают и выдают как свое откровение. Но за это будет великое возмездие, за то, что они являлись ворами. Это воры, которые признают определенные принципы, которые Бог открывает своим посланникам, но не признают этого посланника. Это воры. Если при исследовании нашего неследимого наследия в достоинстве имени Бога щит, мы будем рассматривать эти полномочия вне исповедания веры Божией, сокрытой в нашем сердце, то мы придем не к защите Бога, а к своей погибели. Потому что Бог в полномочиях всех своих владычественных имен становится уделом нашего наследия только в том случае, когда этот удел становится предметом исповедания веры Божией, сокрытой в нашем добром сердце. Мы становились на рассматривании первого вопроса. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога, заключенное в достоинстве его имени щит? Шесть составляющих в определении полномочий имени Бога в достоинстве живого щита уже были предметом нашего исследования. В кратких определениях мы проведем на память суть этих определений, затем продолжим наше исследование далее. Во-первых, Бог в проявлении полномочий своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, является живым щитом только для Авраама и его потомков. Если мы потомки Авраама, то тогда Бог является для нас щитом через Авраама. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Писание говорит «Мы все верующие, все суть дети Авраама, независимо от их крови, иудей, ты елен, ты старый, мужчина ты или женщина, все вы являетесь детьми Авраама, если имеете веру Авраама. Во-вторых, Бог в проявлении полномочий своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, является живым щитом в крови завета. Для тех, кто помазал кровью акцапесок, перекладиную косяки дверей своего естества. То есть, кровь завета служит для нас живым щитом. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. В оригинале нету слова «и пройду мимо вас». В оригинале это слово означает «и перескочу через этот дом». Я не буду его обходить. Я буду идти, как у меня есть прямой путь, я иду, поражаю. Если я встречаю дом, перекладинные косяки, которых помазаны кровью, я перескочу. Слово «песах» означает «перескочить», «перепрыгивать», «перепрыгну», «перескочу». Но, когда переводили на славянский язык, решили, что это неблагозвучно будет звучать для славянского уха, как это «перепрыгну» и пройду мимо. Но, когда мы берем оригинал, он для нас становится еще красочнее и красивее. В-третьих, Бог в проявлении полномочий своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, представлен в истине Слово Божие, сокрытого в нашем сердце, в трех функциях нашего естества – в нашем добром сердце, в нашем обновленном мышлении и в наших кротких устах, исповедующих веру Божию, сокрытую в нашем сердце, щит и ограждение – истина Его. Она является щитом и ограждением в нашем – истина Слово, когда она сокрыта в нашем сердце, когда она пребывает в нашем обновленном мышлении и когда мы ее исповедуем нашими устами. Вот тогда она только служит щитом. В-четвертых, Бог в проявлении полномочий своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, показывает себя в защите наших суверенных границ, в защите своих суверенных границ и в защите суверенных границ нашего ближнего. То есть, суверенные границы являются Божьим щитом. То есть, наша суверенность является щитом Бога. Она нам дана, как Божий щит. Не нарушай межи ближнего твоего, то есть, суверенных прав ближнего твоего, которые положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, который Господь, Бог твой, дает тебе во владение. Мы с вами рассматриваем этот удел и эти межи, как нашу суверенность. Никогда не давайте посягать никому. То есть, используйте ваш щит, вашу суверенность. Вы суверенные, никто не имеет права вам что-то повелевать, приказывать. Вам могут предлагать, вас могут просить, но вам не могут приказывать. Вам могут приказывать только тогда, когда вы добровольно отдадите свою суверенность в пользу того, чтобы вам кто-то приказывал. Вот мы отдаем свою суверенность в пользу суверенности Бога, чтобы Он нам приказывал через своих посланников. Поэтому они могут приказывать Словом Божьим, повелевать Словом Божьим при условии, что вы отдали свою суверенность Божьим помазанникам. Но не нужно отдавать свою суверенность жене, мужу, детям, родителям и властителям этого мира. Если властители этого мира будут какие-то законы излагать и писать для нас, а эти законы будут противны Писанию, мы не будем им подчиняться. Мы, скажем, мы суверенные, на основании Писания мы не обязаны подчиняться вашему закону. Мы не обязаны уважать голубых и розовых и трансгендеров. Мы не обязаны их уважать. Когда извращается природа человеческая, и это возводится в какой-то статус, мы не обязаны. Конечно, могут быть возведуты гонения, но тогда еще посмотрим, кто кого. Кто кого. Если вы хорошо защищены, то когда они начнут на вас нападать, так получат по зубам, что мало не покажется. У меня нет времени сейчас вам рассказывать, сколько раз я бросал вызов в власть имущим, и сколько раз их зубы были выбиты, а мои остались целыми. В-пятых, Бог в проявлении полномочий своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, являет себя в щите своего благоволения к человеку праведному, в ответ на его благоволение к Богу, в котором он защищает интересы воли Божией. Итак, ибо ты благословляешь праведника Господи благоволением, как щитом венчаешь его. Видите, благоволение Божье является нашим щитом. Но здесь говорится, венчаешь, значит, это благоволение где? Оно на голове, венец на голове. Это значит, что обновленное мышление является щитом Бога для нас. Когда наше мышление обновлено духом нашего ума, теперь это щит Божий. Оно обновлено, и теперь это мышление не пропускает туда никакой инородной мятежной мысли. Потому что все мысли, все слова проходят в нашу сущность через наш разум. Если наш разум обновлен и приходит вдруг мятежная мысль от ветхого человека изнутри, мы легко ее отражаем, сразу говорим, жив Господь, перед Которым я стою, это не мое. То есть, сатана же привык эти мысли посылать от нашего имени, от нашего местоимения, я. И нам кажется, что это мы. Нет, если вы не согласны с этим, и вы пугаетесь этой мысли, это не вы. Вам не надо пугаться. Как только она появилась, немедленно нужно ее на корню рубить. Жив Господь, перед Которым я стою, вон во имя Иисуса Христа. Притом, обычно эти мысли приходят, когда мы разгуливаем по кровле, в то время, когда мы должны воевать. Если мы будем на войне, эта мысль не придет. На войне, если мы будем размышлять о вещах духовных, помышлениях, мысль не может прийти. Вы не можете мыслить одновременно об одном, о двух вещах. Вы сосредотачиваетесь на одном. Почему мысль приходит? Это также еще и должно быть внимание. А, значит, я прогуливаюсь на кровлю, вместо того, чтобы вести молитвенную войну, то есть размышлять. Возьмите стих Писания какой-то из проповеди 1-2 и начинайте учить его наизусть. Тренируйте вашу память. Память, если будет тренироваться, вы будете учить наизусть, она начинает тренироваться. И в итоге вы начнете изучить больше и больше. И тогда Слово Божие не только будет у вас в сосуде, но и будет здесь, в светильнике. В-шестых, Бог в проявлении полномочий Своего имени, в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, являет себя во всеоружии Божиим, в достоинстве живого щита веры, который нам повелевается взять на вооружение, чтобы угостить все раскаленные стрелы лукавого. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угостить все раскаленные стрелы лукавого. Стрела лукавого – это ложь, которой он будет говорить ваш адрес. Притом, эта ложь будет состоять у него как истина, потому что он будет напоминать вам ваши грехи, и он будет говорить вам о ваших греховных пожеланиях. Сегодня мне позвонил один молодой человек с Германии. Что мне делать? У меня такие греховные пожелания, я хочу перед вами исповедаться. И почему ты не хочешь исповедаться перед своим пастором? Ну, вот я уже так долго борюсь, и у меня так рассудилось, что я могу только вам довериться. Я говорю, а я не буду принимать у тебя исповедание в том, что ты не сделал, потому что ты принял на себя поношение. Мало ли, что у тебя есть пожелания. Ну и что, что желает плоть? У тебя же еще есть и дух, у тебя же есть дух. Это же не дух твой желает новый человек, это плоть твоя желает. Поэтому не обращай на это внимания, почитай, что ты умер вот для этих желаний, и начинай исповедовать. Разумеется, это сразу не получится. Нужно время, но дисциплинируй себя. О, я вас понял. О, и вот так мы с ним вышли на то, что, в общем-то, ему не надо исповедаться было. Потому что он стал исповедоваться в том и принимать на себя поношение. Мысли приходят, желания плохие. И я говорю, ну ты же не согрешаешь? Нет. Ну ты же... Тогда в чем дело? Писание говорит, гнева, если не согрешаете. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Видите, гнев человека не творит правды Божией. Когда приходит гнев, негодование. И если вы его не выльете в словах, то вы не согрешили. Вы же здоровые, живые люди. Если нарушают ваши межи, пытаются у вас негодование. Ты чего лезешь на мою территорию? Но вы понимаете, что нельзя так напрямую говорить, ты чего лезешь на мою территорию? Вам надо просто либо молчать, либо просить мудрого слова, как ответить на то, чтобы человек не заходил на вашу территорию. Итак, в седьмых, Бог в проявлении полномочий своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, является себя через нашу способность принимать в свое сердце мудрость Святого Духа, дающего откровение на истину, сокрытую в нашем сердце. То есть, нашим щитом будет являться откровение Святого Духа на ту истину, которую мы сокрыли в своем сердце, хотя мы ее и не понимали. Мы ее положили на золотом столе, и это была пища Бога. Но когда на нас напал враг, то Бог видит, что теперь пришло время, чтобы этот опреснок стал моим щитом. И он тогда дает мне время, суббота, чтобы я этот опреснок мог вкушать. В субботу священники имели право брать эти хлебы, которые они положили пред Господом, и есть их. Моисей сказал, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты открыл мне это, и объявил всему народу, чтобы они знали, открытое принадлежит нам и детям нашим, а сокрытое – Господу Богу нашему. Он не сказал, что то, что вы не понимаете, то, что сокрыто, не принимаете. Он сказал, оно принадлежит Господу Богу нашему. Поэтому принимайте. Вы, наверное, обнаружили, что в Писании есть много таких законов, которые ни при каких обстоятельствах никогда в жизни невозможно ни нарушать, ни исполнять. Но они были, а их невозможно нарушать и невозможно исполнять, потому что они были прообразом на нечто другое, на духовные вещи, но они должны были их принять и держать у себя в сердце, как истину. Вот Ты возлюбил истину в сердце за то, что мы приняли эту истину в сердце, Бог ее возлюбил. И внутрь меня явил мне мудрость. На эту истину он возлюбил и явил мудрость. И тогда он говорит, «Окропи меня Исопом, и буду чист». То есть, что эта мудрость открыла через эту истину? Человек принял истину, и мудрость через благовествуемое слово, мудрость Святого Духа, открывает ему, что ему необходимо очиститься. Она говорит ему, каким образом он может быть очищен. «Окропи меня Исопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». Если у человека нет знаний, что беззакония могут изглаживаться, и как они могут изглаживаться, он не может так молиться. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. Всесожжению не благоволишь. Жертва Богу Дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презрить Боже». То есть, видите, что он получил откровение, что он должен законом умереть для закона. Он должен пойти на сокрушение своего духа, чтобы потом Бог мог его оживить. Потому что, ну каким образом наш новый человек может спасти нашу душу? Каким образом Самсон спасет Долиду? Он должен взять эту Долиду и вместе с ней умереть. И когда он умрет с этими пятью владельцами филистимскими вместе с Долидой, то он получит свою собственность, свою душу и свое тело, и свои эмоции. Вот эти пять чувств. Он разрушил этот храм. «Умри, душа моя, с филистимлянами». Но потом он восстал. Бог Дух сокрушенного поднимает. И поэтому он прямо говорит, что смотрите, что Дух Святой ему открыл. «Окропи меня Иссопом, и буду чист». Как окропить Иссопом? Оказывается, окропить Иссопом – это роль Бога и роль человека. Бог говорит Слово через благовествуемое Слово, через Своих священников, пророков, апостолов. Это есть кропление. Когда я слышу это Слово, принимай его в мое сердце и говорю, «Да будет мне по Слову Твоему, теперь я уже кроплю». Недостаточно, чтобы вы услышали Слово и просто приняли его. Необходимо это Слово исповедовать. Исповедание – это кропление. Когда мы исповедуем веру Божию, которая находится в нашем сердце, мы окропляем себя. Кроплением очищаем себя. Вот видите, как кропление может очищать человека. Когда вы называете несуществующее существующим, несмотря на то, что вы согрешили, вы встаете и говорите, «Господи, мне мерзнет этот грех, я ненавижу его, я отрекаюсь от него, я исповедую, я каюсь, и я принимаю Твое оправдание». То есть вы исповедуете, и вы побеждаете этот грех. И так, исходя из данного места, Писание, Бог в качестве нашего живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, определяет себя в истине, сокрытой в нашем сердце, и в мудрости Святого Духа, открывающего значимость этой истины. И суть значимости истины, сокрытой в правоте нашего сердца, направлена на спасение нашей души и нашего тела, в котором представлена как роль Бога, так и роль человека. И если бы в нашем сердце не было бы сокрыта истина начальствующего учения Христова, у Бога не было бы основания явить себя в качестве нашего живого щита, внутри нашего сердца, в мудрости Святого Духа, открывающего значимость нашего призвания, исполнение которого состоит как в роли Бога, так и в роли человека. С одной стороны, роль Бога состоит в том, что Он открывает нашему сердцу, в каком состоянии находится наш дух, наша душа и наше тело по отношению к нашему ветхому человеку, который является программным устройством для программы царствующего греха. А с другой стороны, роль Бога состоит в том, что Он открывает нам силу правовой молитвы в сотрудничестве с силой Святого Духа. В то время как наша роль состоит в том, чтобы задействовать силу слов правовой молитвы в сотрудничестве с силою Святого Духа для спасения своей души и своего тела. Фраза, присутствующая в ходатайстве правовой молитвы «Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега» указывает на фактор наших уст, как мы говорили выше, представленных в достоинстве и сопа, которым священники кропили жертву, как при заключении завета с Богом, так и при очищении жертвы очистительной водою. Следующая фраза, присутствующая в ходатайстве правовой молитвы «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенную» указывает на нашу способность услышать в своем сердце обетование о воздвижении в нашем теле державы нетленья. Следующая фраза, состоящая в ходатайстве правовой молитвы «Сердце чистое сотвори во мне, и Дух правый обнови внутри меня» указывает на оживление нашего Духа, находящегося в смерти Господа Иисуса в сокрушении. Бог говорит «Я живу на небесах и бодрствую для того, чтобы оживлять Дух сокрушенных, воскрешать их». Следующая фраза, присутствующая в данном ходатайстве правовой молитве «Не отвергни меня от лица твоего, и Духа Святого не отними от меня» указывает на осознание и исповедание того, что мы зачаты в беззаконии, и что во грехе родила нас наша Мать. Это Псалом Давида, он говорит «Я в беззаконе зачат, и во грехе родила меня Мать моя». Поэтому он и говорит «Не отвергни меня от лица твоего, и Духа твоего Святого не отними от меня». Он должен исповедать грехи своих отцов для того, чтобы быть освобожденным от них. Следующая фраза, присутствующая в ходатайстве правовой молитвы «Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным, утверди меня» указывает на возвращение прибыли полного спасения, полученного от залога спасения, пущенного нами в оборот. Заключительная фраза, присутствующая в ходатайстве правовой молитвы «Ибо жертвы ты не желаешь, и я дал бы ее, к всесожжению ты не благоволишь. Жертва Богу Дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь Божией» указывает на свидетельство того, что в смерти Господа Иисуса мы законом умерли, для закона, чтобы жить для умершего за нас и воскресшего. Восьмых Бог в проявлении полномочий своего имени и в достоинстве живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, являет себя через правоту нашего сердца. То есть правота нашего сердца будет являться щитом Бога для нас. Господь судит народы. «Суди меня, Господи, по правде Твоей, по правде моей». То есть «суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытываешь сердце и утробы праведны Божии, щит мой в Боге, спасающем правых сердцем». Псалом 9, 9, 11. То есть щит Бога проявляется в правоте нашего сердца. Именно правота нашего сердца является защитой Бога в качестве живого щита, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, как находящимися в нашем теле, так и врагами, находящимися в теле Христовом, представляющим наше собрание. При этом следует сразу отметить, что несмотря на состояние правоты нашего сердца, мы, тем не менее, можем впадать в грех или согрешать, не теряя правоты своего сердца. Мы можем согрешать из-за царствующего греха, живущего в нашем теле в лице ветхого человека с делами его. Как написано, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. То есть в сердце нет беззакония, сердце правое, а он согрешил. Вы помните, как Давид согрешил, а у него сердце оставалось правым? Потому что это пришло извне, это не из сердца пришло. И он говорит, если бы я видел беззаконие, другими словами, если бы мое сердце не было правым, не услышал бы меня Господь. Когда мы имеем правое сердце пред Богом, повторяю, мы будем падать и много падать, и много согрешать, потому что нам надо спасать нашу душу, а она будет бороться с нами, как Иаков боролся с Исавом, Исав, то есть он будет бояться его, вот этой своей души. А посему в другом месте Писания определяет человека же, имеющего правое сердце, но согрешающего и зацарствующего греха, живущего в его теле, в лице ветхого человека, который является программным устройством падшего Хералима, Писание говорит, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Подумайте хорошо над этим местом Писания. Семь раз упадет праведник и встанет. Видите, правота сердца остается, он праведник, он падает, но он праведник. Семь – это просто полнота, пока он не возрастет в полноту возраста Христова. И чтобы через правоту нашего сердца Бог мог бы являть себя в качестве нашего живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, нам необходимо будет ответить на четыре классических вопроса. Какими свойствами Писание наделяет правое сердце человека пред Богом? Или же какой смысл Писание вкладывает в правоту нашего сердца пред Богом? Какое назначение призвано выполнять правота нашего сердца пред Богом в качестве нашего живого щита? Какие условия следует выполнить, чтобы обрести правоту сердца, способную принимать на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами? И по каким признакам следует испытывать самого себя на наличие в самом себе правого сердца пред Богом, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами? Отвечая на первый вопрос, какими свойствами Писание наделяет правое сердце человека пред Богом? Или же какой смысл Писание вкладывает в правоту нашего сердца пред Богом, чтобы правота нашего сердца могла принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами? Я приведу на память некоторые уже знакомые для нас определения, которые относятся к характеристикам правого сердца человека или правоты человеческого сердца, которое стало таковым благодаря взращенному нами плоду правды, из принятого нами в добрую почву нашего сердца с теми неоправдания. Правота сердца или правое сердце – это сердце, непорочное пред Богом. то есть в то время пожелания могут быть ужасные, там могут быть и похоти, и страсти, и вы будете бороться, падать и снова вставать, но иметь в то же время непорочное сердце. Это сердце доброе, очищенное от мертвых дел. Вы знаете, что ваше призвание – не эвангелизация, не практика даров Святого Духа, не для того, чтобы материально процветать, а для того, чтобы сокрушить голову змея в земле обширной, чтобы совлечь в себя ветхого человека с делами его. Вот ваше призвание. Это позволит вам обновить и мне мышление духом нашего ума, чтобы начать процесс облегчения самого себя в нового человека. Это сердце мудрое и разумное. Это сердце мирное и верное Богу. Это сердце, пребывающее в истине и истинно пребывающее в сердце. Это сердце, пребывающее в завете мира с Богом и завет мира с Богом, пребывающий в сердце. Это сердце, пребывающее в непорочной радости и непорочная радость, пребывающая в сердце. Это сердце, пребывающее во Святом Духе и Святой Дух, пребывающий в сердце. И это не все. Правота сердца или правое сердце – это сердце благородное и мужественное. Мы не говорим о характере человека, исходящего из его души. Мы говорим о сердце, о новом человеке. Сердце радушное и щедрое. Сердце, способное ожидать обетования, обещанные нам Богом. Сердце, способное хранить себя от идолов. Сердце, способное сострадать и сопереживать нашим ближним. Сердце, способное не мстить, но предавать весь суд Богу. Сердце, способное переносить все, что переносит Бог. Сердце, способное любить Бога и своего ближнего. Это сердце, внимающее и преклоненное к словам своего Отца. Это сердце, способное любить врагов в лице своих домашних, в лице людей душевных и в лице людей всего мира. Это сердце способное ненавидеть врагов Господа, которые являются носителем неправды и беззакония в лице нечестивых и беззаконных людей в среде наших собраний. На греческом языке слово «правое» по отношению к сердцу означает «празелита» или же «язычника», обращенного в иудаизм, принявшего обрезание и обязавшегося соблюдать закон Моисея. Первая составляющая в определении правоты сердца, служащая для человека живым щитом, принимающим на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, это сердце доброе, которое обрело благодать Бога или сердце, в котором благодать Бога воцарилась через плод его праведности. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом, Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Иофета. То есть, каким образом он обрел благодать? Он ходил перед Богом, и он родил трех сынов. Он обрел праведность, потому что Сим, Хама и Иофет представляют дух, душу и тело. Он спас, он получил обетование для своего духа, для своей души и для своего тела в этих трех именах. Римлянам 5, 21 говорится, «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Христом Иисусом Господом нашим». Во-вторых, составляющие в определении правоты сердца, служащие для человека живым щитом, принимающим на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами. Это сердце, в котором правосудие и правота стали основанием престола Божия. Правосудие и правота основания престола Твоего, милость и истина, приходят пред лицом Твоим. Мы много раз говорили, когда речь идет о престоле Бога, этот престол находится на небесах, он находится во святилище, то есть в той церкви, которая обладает статусом доброй жены, а также в сердце сокрушенного и смиренного духа. Мы говорим о престоле в духе человека, и что основанием этого престола является правосудие и правота. Поэтому сердце человека праведное. И вот такое сердце является живым щитом, потому что вы можете поразить тело, вы можете поразить душу, но если вы не поразите дух, то вы не выиграли боя, потому что дух будет сражаться с вами за тело и за душу. И победит, если ваше сердце будет правым, и там будет правосудие Божие. Совесть будет четко. Правосудие Божие зиждется на слове. Бог говорит, это зло, это добро. И вы знаете в сердце своем, что такое зло, что добро, и отличаете его. Третья составляющая в определении правоты сердца, служащая для человека живым щитом, принимающим на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, это сердце, исполненное мудростью, состоящее в начальстве учения Христова. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. И внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. То есть, когда ты будешь исповедовать то, что находится в твоем сердце. Вот здесь вера Божия в начальствующем учении Христовом, она является нашим щитом, живым щитом. И он говорит, сын мой, если сердце твое будет мудро, это говорит, что не все сыны имеют мудрое сердце. Очень много сынов имеет глупое сердце, потому что они говорят учение, но они не понимают, что такое учение. Я слушал, как говорят языком вот этим сегодняшним, продвинутые генералы Божии. У них даже понимания нет о том, что такое крест Христов и что такое наш крест, что такое вера Божия и что такое наша вера. У них нет понимания о этой великой войне в теле человека между тремя царями. Но они называют учение о кресте и учат о нем, но они не могут понимать и знать почему. Потому что они отвергли учителя своей юности, они не захотели быть учениками, они сами себя сделали учителями, увидели успех и стали думать, что этот успех дает им право учить. Поэтому здесь говорится, мудрое сердце – это сердце, которое имеет Отца. Сын мой, если сердце твое будет мудро. То есть, если мы имеем Отца, то тогда мы должны преклонить ухо, чтобы слушать слова Отца, то есть человека, обладающего полномочиями Отцовства Бога, потому что Он будет говорить нам такое Слово, которое будет являться семенем. Придет другой человек, будет говорить это же Слово, и оно не будет являться семенем в его устах. Почему? Потому что Он не обладает полномочиями Отцовства Бога. На нем нет Святого Духа для того, чтобы насаждать семя. Да, люди будут приходить ко Христу, так они будут думать, люди будут каяться, но куда их поведет этот человек? Он им представляет совершенно другого Христа. Он сам себя поставил и представляет Христа, а Христос сам себя не поставил. Христос о себе говорит, что Его поставил Бог, что Он священник по чину Мелхиседека, что не Сам Он себя поставил. Его Бог поставил. Апостолы не сами себя поставили. Христос их поставил. Следующие апостолы не сами себя поставляли. Апостолы их поставляли. Дальше. Четвертая составляющая в определении правоты сердца, служащая для человека живым щитом, принимающим на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, это сердце, оправданное благодатью Бога, которое стало нашим упованием и соделало нас наследниками вечной жизни. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, а благодать явилась в учении». Благодать – это закон, который обладает заповедями, уставами, постановлениями. Это не просто что-то мягкое такое, теплое, укутался в него. Но это такое одеяние опасное, это меч обоюдоострый. Он гораздо строже закона Моисеева, закон благодати. Поэтому не надо упрощать благодать и делать ее какой-то. Благодать – это закон. Закон Бога. Но закон, призванный освобождать нас от греха, закон, призванный спасать нас и защищать нас, закон Моисея не был призван ни спасать, ни защищать. Он был осуждение, служение осуждения, а это служение оправдания. Поэтому, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, то есть по делам праведности закона, которые бы мы сотворили, а по своей милости – баню возрождения и обновления Святым Духом. Обновление может происходить после того, когда человек повиновался вере Божией и погрузил себя крещением в смерть Господа Иисуса. Теперь его надо было воскресить. Слово «обновление» – это воскресение, баню возрождения. Бог не возрождает нас через смерть Господа Иисуса. Он возрождает нас через воскресение Иисуса. Он оправдывает нас через воскресение, не через смерть. Он умер за грехи наши на воскресе нашего оправдания. Не может смерть кого-то рождать. Смерть может только убивать и разрушать. И она призвана была убить и разрушить державу смерти в нашем теле. А уже возрождение и обновление Святым Духом происходит через воскресенье, которое мы принимаем. А принять мы его можем только после того, когда мы погрузим себя в смерть. С законом умрем для закона, чтобы восстать в новых скрижалях завета и жить уже для Бога Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, законом не оправдается никакая плоть, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделали с наследниками вечной жизни. Обратите внимание, мы по упованию сделали с наследниками вечной жизни. Поэтому наше упование является нашим живым щитом. Упование – это то, что мы возводим на надежде. Надежда – это фундамент нашего строения, а упование – это то, что мы возводим на нашей надежде. Упование – это на что-то опираться. Если нет надежды в сердце, а надежда – это учение Христова. А упование – это когда Святой Дух открывает истину в сердце, и вот тогда только мы начинаем строить. Мы же не можем строить из этой истины, устроять себя в Дом Духовный, если мы не понимаем значения. А что обозначает эта истина? Потому что эта истина, когда мы ее принимаем в надежде, мы не знаем, какая она. Только Святой Дух может открыть. И вот когда Дух Святой ее открывает, тогда у нас появляется упование. И тогда мы принимаем, и тогда мы с победой мы это упование, остаемся в нем. Таким образом, наше упование, делающее нас наследниками вечной жизни, является живым щитом. Пятая составляющая в определении правого сердца, служащая для человека живым щитом, принимающим на себя смертельный удар, направленный против нас, нашими врагами, – это сердце разумное, в котором почиет мудрость, сходящая свыше. За зло свое нечестиво будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе. То есть здесь именно сердце разумное, в котором почиет мудрость, сходящая свыше, представлено живым щитом, потому что эта мудрость будет противопоставлена мудрости земной, душевной и бесовской. Есть мудрость земная, есть мудрость душевная, и есть мудрость бесовская, и есть мудрость, сходящая свыше. Она почаёт в сердце разумного. Разумный человек – это человек, который признаёт над собою власть своего Отца и преклоняет ухо для слушания этого слова. В-шестых, составляющие в определении правоты сердца, служащее для человека живым щитом, принимающим на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами – это сердце, которое обладает способностью прямо держать путь свой. «Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой». То есть здесь говорится, что нечестивый человек, а он имеет дерзкое лицо, и поэтому он не держит прямо путь, он не смотрит, какой путь прямой. У него есть своя прямота, у него есть своя правда, у него есть своё понимание Бога, у него есть своя голова, и он не признаёт над собой никого, кроме самого себя, кроме своего мнения. Я думаю, вы встречались с такими нечестивыми людьми, которые не признают никого. Я приходил в ужас от этих людей, разговаривал с ними, некоторые были некогда мне близкими людьми, и я говорил им, ты понимаешь, что у тебя нет авторитета никакого? Ты никого не признаёшь в церкви, ни в какой церкви ты никого не признаёшь выше себя. Ты ставишь себя выше всех. Ты идёшь в одну церковь, в другую, но ты не признаёшь статуса этой церкви и человека, который там. То есть вот в чём беда этих людей. Вот посмотрите на этих нечестивых. Одни свою голову подкладывают, их рукополагают. А потом тот, кто рукоположил, говорит ему, брат, пришло время тебя на пенсию отправить, поставим мы другого за тебя. Он полицию вызывает, шум, драка идёт на весь Орегон, на весь мир, позорище. Вот, вот, пожалуйста. Чё ж ты голову подложил? Рукоположили тебя, теперь не подчиняешься тому, кто тебя рукоположил. Если уж тебя рукоположили, будь добр, подчиняйся тому, кто рукоположил тебя. А раз ты не подчиняешься, вот это и есть. У тебя есть своя правда. А посему образом прямого пути в сердце человека является неповреждённая истина в достоинстве начальствующего учения Христова, которое определяет в сердце человека прямой путь к цели Вышнего звания во Христе Иисусе, и избраний, состоящего в совершенной воле Бога. Как написано по всему, братья, более и более. Старайтесь сделать твёрдым ваше звание и избрание, так поступая, не приткнётесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Видите, способность прямо держать путь свой, это более и более делать твёрдым своё звание через исповедание веры в сердце. Это принимать истину, которая является девственной, а не истину, которая повреждена. Потому что если человек проповедует истину, а сам повреждён, не является тем человеком, которого Бог избрал для этой цели, то таким образом и истина будет повреждённой. Так как наше время истекло, мы склоним наши колени, кому невозможно наши головы, и будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя на этом благословенном Тобою месте, что Ты даровал нам величие Твоего живого счета в таких удивительных составляющих, которые являются истиной Твоей в нашем сердце, которые являются правотой нашего сердца, которые обнаруживают себя во многих составляющих. Когда мы это начинаем разуметь и понимать, тогда никакая злая и мятежная мысль не может проникнуть в наше сердце. И тогда мы можем вести брань с ветхим человеком за нашу душу и за наше тело, чтобы спасти нашу душу, облагородить её, чтобы через смерть Господа Иисуса облагородить её, чтобы получить её в воскресенье совершенно в новом виде, когда она уже будет иметь обновлённое мышление и когда она будет поставлена в зависимость от нашего Духа. Да будет благословенное милость Твоя для народа Твоего ныне и вовеки, да будут разрушены дела дьявола в жизни народа Твоего, да будут разрушены клевета и наветы ветхого человека в телах народа Твоего, чтобы они не принимали это за истину. И чтобы они понимали, что это ложь, потому что Сатана всегда говорит своё, говорит ложь. Чтобы они знали, что они оправданы в своём духе, и если они не согласны с мыслью и с чувством, которое в них, это означает, что оно им не принадлежит, и они могут бороться с ним и не считать себя виновными. Да придёт на наследие Твоё мудрость Твоя, да почаёт она в сердце их, чтобы быть для них живым щитом. Мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за это Слово, которое является нашим живым щитом, Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твоё, да приедет Царствие Твоё, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем доложникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твоё есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.